В России вырос престиж работы в космической отрасли. Все больше россиян рассматривают ее в качестве будущей сферы деятельности подрастающего поколения. При этом за последнее десятилетие число тех, кто не верит в футуристические сценарии развития космоса, уменьшилось в пять раз. Почти каждый четвертый россиянин хотел бы побывать на Марсе, а каждый пятый считает возможным в ближайшие полвека недорогие турпоездки в космос. Таковы данные исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенного накануне празднования Дня космонавтики. О космосе мы также поговорим в нашей программе. Здравствуйте, это КФУ «Итоги недели». Поехали! Нам уже не надо будет каждый раз гнаться, участвовать в этой гонке вооружений, придумывать все новые, новые, новые антибактериальные препараты. Поймать бактерию. Что за ловушки создали российские химики и биологи для молекул бактериальной ДНК. Все мы частички звезд. То есть все мы маленькие звезды. Это космос, ребята. Какой вклад внесли ученые Казанского университета для освоения оклоземных орбит? Мы оценили их способность воздействовать на солидные опухолевые линии. Все дело в клетках. Как казанские биологи и медики ищут способ борьбы с солидными опухолями? Тема космоса на неделе стала основной в информационном поле. И не только в России. О том, какое значение имел первый полет человека на земную орбиту, говорят на всех континентах. Ведь это событие стало одним из главных в 20 веке. Кажется, что открытий такого масштаба сейчас мало. Однако это не так. Ученые и исследователи многих стран работают над проектами, которые способны изменить мир. Даже если это мир бактерий, микробов, вирусов. И эта тема в научном сообществе не менее интересна и важна. Ведь без мельчайших микроорганизмов нет жизни ни на одной планете. Например, бактерии играют важную роль в круговороте веществ в природе, которые являются основополагающим условием существования жизни на Земле. И тем важно найти подход ко всем микробам, бактериям, уметь регулировать их жизнедеятельность. Этим сейчас и занимаются ученые Казанского федерального университета. Химики и биологи КФУ создали ловушки для молекул бактериальной ДНК. Они препятствуют формированию биопленок, патогенных бактерий и замедляют размножение микроорганизмов. Это изобретение может повысить эффективность антибиотиков и ускорить выздоровление при инфекционных болезнях. Не секрет, что микробы быстро приспособились к антибиотикам. И сейчас важно, говорят казанские исследователи, не искать новые виды препаратов, а усовершенствовать имеющиеся. Как это можно сделать, узнала Эльвина Минобуддинова. Биопленка. Агломерация скопления бактерий. В ней патогенные микроорганизмы отделяются от окружающей среды и существуют в своих условиях. Из-за чего возникает проблема резистентности, то есть устойчивости антибиотиков к бактериям. Бороться с патогенными микроорганизмами становится сложнее. Биопленка – это как свой мир, в котором существуют свои органы управления, свои комфортные условия, и пробиться антибиотику внутрь этого барьера в виде биопленки очень тяжело. И современные исследования сосредоточены на том, как эффективно разрушить атмосферу, вот эту среду, где комфортно обитают бактерии. И, соответственно, уничтожить, если это необходимо, патогенные микроорганизмы. Способов борьбы с патогенными биопленками множество. Один из подходов – разрушение комфортных условий существования бактерий. Это может быть выключение каких-то из управляющих систем, например, органов питания для жизни бактерий. Без питательных веществ патогенные микроорганизмы будут погибать. Другой способ – выключить отвечающие за резистентность к антибиотикам участки биопленки. Одним из таких управляющих органов является внеклеточная ДНК. ДНК – это носитель информации. Она распространяет генустойчивости бактерий к антибиотикам. Но если изолировать ДНК от биопленки, она не сможет передавать информацию. Так резистентность, то есть устойчивость к антибиотикам бактерий, перестанет развиваться. Изначально идея создания ДНК-ловушки, она не нова. То есть природа все придумала за нас. Существуют специальные белки, которые способны связываться как раз-таки с внеклеточной ДНК, изолировать часть информации от окружающей среды. Природа использует этот механизм как раз-таки для сдерживания развития. То есть если бы не было каких-то механизмов сдерживания, то биопленки заполонили бы всю нашу планету, и мы бы не могли бы существовать. Проблема белковых препаратов или белковых соединений заключается в том, что у биопленок и у бактерий есть свои механизмы борьбы с этими белками. То есть расщепление белковых цепей и удаление нежелательных этих компонентов белковых из структуры биопленки. И применение препаратов на основе белков тоже имеет вот такие ограничения. То есть бактерии могут с этим бороться. И мы задались целью снять эти ограничения, то есть составить так называемые биомиметики. Биомиметики – это препараты. Они повторяют природный механизм, но более совершенные. Не имеют недостатков, как у природных компонентов. Ученые решили соединить несколько молекул в одну. Так, по своей форме и структуре, они напоминают белковую структуру. Между собой они соединяются в молекулярной ансамбле и облепляют молекулку ДНК на примере, как это делают белковые соединения. И облепив, они изолируют эту молекулу ДНК от окружающего пространства. Изолировав ее, то есть как бы такую ловушечку сделав, ДНК перестает выполнять свои функции. При этом выключается вот этот механизм резистентности, и дальше мы можем добавлять любой известный антибиотик, например, и убивать, если это необходимо, патогенные микроорганизмы. Выбор подхода ученых в исследовании стал новаторским. А именно решение использовать биомиметики, то есть искусственные, не синтезированные природой препараты, а также изолировать определенный участок биопленки от окружающей среды. Как говорит доцент кафедры органической медицинской химии Дмитрий Шурпик, здесь они в авангарде науки. Ученый уверен, изолирование в неклеточной ДНК открывает большие перспективы в будущем. Механизм позволит отделить не только биопленки, но и другие различные компоненты. Это можно сравнить, например, с тем же городом, когда органы управления или ЖКХ, когда какая-то авария или какой-то коллапс, то в городе начинается такая сумятица, паника. И развитие самого города, мегаполиса, затормаживается. И вот здесь происходит то же самое. То есть мы не уничтожили все, мы просто выключили один эффект и посмотрели, что происходит. Действительно начинается своего рода некая паника, и развитие, полноценная жизнедеятельность города, она останавливается. И вот это говорит нам о том, что мы двигаемся в правильном направлении. И дальше, применяя новые механизмы зачистки, уничтожения, мы можем полностью подавить развитие всей колонии и уничтожить вредных микроорганизмов. По словам ученого, современная наука находится в постоянном конкурировании с эволюцией низших микроорганизмов. Как только изобретается новый антибиотик, через какое-то время бактерии вырабатывают резистентность, устойчивость к препарату. Сегодня наука на пороге появления так называемых супербактерий. Подействовать на них будет невозможно. Если не найти лекарства, мир может оказаться под угрозой. Мы предлагаем же наоборот не искать новые антибиотики, а воспользоваться уже старыми. То есть тем, у которых была выработана резистентность, и по каким-то причинам они не могут быть применены. Мы знаем технологию их синтеза, мы знаем, как они работают, мы знаем технологии их производства. Но по определенным механизмам у бактерий и биопленок выработалась резистентность. Если мы ее выключим, то эти антибиотики опять начнут работать. И нам уже не надо будет каждый раз гнаться, участвовать в этой гонке вооружений, придумывать все новые антибактериальные препараты. Мы можем адресно воздействовать на определенные участки и убивать те микроорганизмы уже известными антибактериальными препаратами. Это позволит снизить резистентность и, соответственно, ускорить время выздоровления. Задача лаборатории – научиться создавать управляемую систему для адресного выключения отдельных механизмов внутри биопленки. Это даст возможность антибиотикам подавить развитие или уничтожить патогенные микроорганизмы. Но не все микроорганизмы являются патогенными. Существует множество нужных бактерий. Например, кисломолочные бактерии, бактерии, которые живут в симбиозе в нашем кишечнике. И если мы их убьем, то дисбактериоз и прочее нас может тоже ослабить наш иммунитет. Поэтому для этих бактерий, наоборот, надо усилить их развитие, чтобы они оказывали все больше и больше положительное влияние. Задача ученых – не только замедлить, но еще и ускорить развитие каких-то микроорганизмов. Это наша задача в будущем. То есть разработать такую систему, а, нетоксичную, б, универсальную, чтобы подходила, например, к широкому ряду антибиотиков, чтобы можно было внутрь положить не только определенную молекулу, а целый набор. Нам надо создать такую систему, которая бы позволяла как можно больше антибиотиков поместить внутрь нашей коробочки. И уже собравшись вместе, эти коробочки либо усилят какую-то функцию, либо выключат, как в нашем исследовании. Поэтому мы здесь сделали только первый шаг. Вершиной результативности исследования, по словам Дмитрия Шурпика, станет создание мази или препарата для борьбы, например, с кожными заболеваниями. Конечной целью, прям вот звездой в небе, можно так сказать, я вижу создание какого-то препарата на основе, например, мази или на основе, может быть, какой-то таблетированной формы, которая бы помогла бороться с, например, кожными заболеваниями. Очень много бактериальных заболеваний, грибки, например, или инфекционные бактериальные заболевания на поверхности кожи, на поверхности волос, ногтей и так далее. С этим тоже надо бороться и усилить гигиену и так далее. Или на поверхности, например, медицинских инструментов, чтобы не занести инфекцию в организм человека при хирургическом вмешательстве. Исследование проводилось в лаборатории химического института совместно с кафедрой микробиологии Института фундаментальной медицины. Проект ученых выполнялся в рамках Российского научного фонда. Коллектив сотрудников молодой. Это студенты, аспиранты. Дальнейшие планы ученых в рамках исследования – создание системы для управления процессами внутри биопленки и универсальной системы для контроля за бактериальными заболеваниями. Эльвина Минабудинова, Хафиз Гараев. КФУ. Итоги недели. 62 года исполнилось с момента первого полета человека в космос. 12 апреля 1961 года корабль «Восток» с Юрием Гагарином на борту совершил орбитальный полет вокруг Земли. С тех пор в России отмечают День космонавтики. Это событие перевернуло жизнь всех людей на планете. Наконец, то, что казалось непостижимым, свершилось. Человек в космосе. Свой вклад в покорение космических пространств внес и Татарстан. Именно в Казани трудились над чертежами ракетных двигателей великие конструкторы Глушко и Королев. Здесь расположены заводы, выпускающие самые важные детали для космических кораблей. Именно в столице советской Татарии была создана первая в стране кафедра ракетных двигателей. Огромный вклад в освоение космоса внес и Казанский университет. Причем задолго до главного события 20 века. И на эту тему мы сегодня побеседуем с директором астрономической обсерватории имени Энгельгарда Юрием Нефедева. Здравствуйте, Юрий Анатольевич. Добрый день. Поздравляю вас с прошедшим днем космонавтики. Знаю, что в этот день астрономическая обсерватория у нас в Зеленодольском районе прошел большой праздник. Расскажите, кто стал его посетителями и как вообще прошло мероприятие. Тянется ли молодежь, дети к науке? Я хочу сказать следующее, что не только тянется, а нас удивляет уровень того, как они знают астрономические знания, такие вот в голове имеют. Почему? Потому что там вот мои студенты из института физики, педагоги физики, которые потом будут учить и уже учат в школах, также ребят, они устроили квест, ну это как бы викторина такая на разных там участках была проведена и показали просто школьники удивительные результаты. Ну еще раз повторяю, там делилось на три группы, сначала совсем маленькие ребята, потом средний возраст, ну и потом старшие уже, восьмой класс и так далее. Ну и в общем, одним словом, всем очень понравилось это, и тем, кто проводил, студенты, и тем, кто участвовал. Мне там понравилось еще, знаете что, так весело было, они полетели и на планеты показывали, что они полетели, в общем, все такое происходило. Я понял окончательно, что для ребят вот такие вот мероприятия должны быть все-таки в виде игры. Тогда действительно это воспринимается очень хорошо. Сейчас хотелось бы немножко об истории, да, в 20 веке весь мир старался только покорить еще космос, и это удалось в середине 20 века. Вот хотелось бы у вас спросить в этом контексте, какой вклад ученые тогда Казанского университета внесли в это самое покорение космоса? Я хочу сказать следующее, что вот, как это ни странно, еще 200 лет назад, когда только университет образовывался, образовалась самая старейшая кафедра Казанского университета, кафедра астрономии, потом там несколько кафедр было, сейчас кафедра астрономии и космической геодезии, с этого момента можно считать, что вносился большой вклад как раз в освоение нашего космического пространства. Почему? Потому что главное, что требуется для успешного полета, это даже не технические данные, а координатное временное обеспечение. Без него, к сожалению, мы никуда. Хотим мы или около Земли по орбите вращаться, или летим каким-то другим телам, например, к Луне, без координат, никуда не деться. Даже каждый, кто пользуется телефоном, он прекрасно знает, что есть какая-то навигационная сеть, а эта навигационная сеть опять, она на чем базируется? Базируется на результатах астрономов, в частности, наших казанских астрономов, которые получали точные координаты звезд. Затем на основании этих координат определяется местоположение спутников Земли с помощью РСДБ и лазерной дельнометрии. И в следующий этап дают этим спутникам именно координаты по отношению к этим звездным каталогам, которые нами получены. И уже спускаются потребители. То есть вот эти вот приемники, начиная от телефонов и заканчивая профессиональными системами, это все основано на звездных каталогах, которые были получены в нашей Энгельгартовской обсерватории. Но также я хочу сказать следующее, что вот в 2020 году закончился государственный оборонный заказ, который мы выполняли. Это уже система координат около Луны. Также движение Луны, внутреннее строение мы изучали, все было сдано в Роскосмос. И я надеюсь, что вот эти вот миссии обещают, что в этом году 25-я Луна точно полетит. Она по-другому называется Луна-ресурс. Все-таки наш вклад там будет именно в их положение на лунной поверхности. То есть я хочу сказать следующее, что много очень направлений, но все они ведут к тому, что улучшается точность космических аппаратов и надежность полетов. Вот мы все ждем, возможно, даже в этом году, включения Казанских обсерваторий в список всемирного наследия ЮНЕСКО. В этом свете хотелось бы узнать, а вот сейчас наши обсерватории, как они задействованы в образовательном, научном процессах? Что сейчас там происходит? Я хочу сказать следующее, что первое, что происходит, очень важное. Ну, в Казанской городской обсерватории, вы знаете, там идет учебный процесс ежедневно, а у нас в Ингельгарской обсерватории учебный процесс идет так же, как в течение года, но самый такой главный момент, то, что туда приезжают проходить практику по космической геодезии более 400 студентов Казанского федерального университета. И планируется, что туда будут приезжать вообще-то студенты со всего, со всей страны, поэтому там созданы вот эти вот комплексы новые, гостиничный комплекс, или будем говорить, что общежитие для как раз студентов, которые будут практику проходить, комплекс, в котором можно будет как раз проводить всякие камеральные вычислительные работы, то есть в этом плане там все создано, недавно построен и поставлен очень точный пилон, пилон как раз это навигационная сеть, к которой будут студенты привязывать свои вычисления. Создан метрологический полигон на территории обсерватории, хочу сказать следующее, в Поволжье аналогичного полигона больше нет, как раз на нем практику студенты и проходят. То есть все связано у нас с образовательным процессом. Сейчас немного пофантазировать предлагаю, да, вот понятно, что в прошлом веке, предыдущие 50-летия, давайте так назовем, все-таки активно развивалось освоение космоса, первый полет, выход в космос, Международно-космическая станция, а сейчас, ну вот, наверное, лет 10 назад еще были разговоры там про полеты на Марс и так далее, но вроде как-то все затихло или только в информационном поле затихло вот эта скорость освоения космоса. К сожалению, я хочу сказать то, что человек все-таки земное пока существо. Дело в том, что если мы полетим на Луну, и полет будет длиться, прилетели, прилунились, опять поднялись до основного корабля, вернулись на Землю, все это должно быть 2-3 недели. По той простой причине, что нас на Земле защищает магнитное поле Земли, и, соответственно, не проникают сюда заряженные частицы от Солнца, так называемый солнечный ветер. Ну, считайте, что солнечный ветер недалеко от ядерного взрыва вы живете. Ну, так вот, в космосе магнитного поля нет, у Луны магнитное поле отсутствует, у Марса очень слабенькое, то есть до Марса человек точно не долетит, ну, он просто от радиации погибнет. Я уж не говорю там про невесомость, невесомость тоже большую роль играет в этом плане, что дальние полеты, ну, вот мне могут возразить, что вот есть рекорды, что там 400 дней рекорд находились, допустим, на МКС и на станции Мир, космонавты наши. Да, но потом их выносили на носилках, то есть органы наши предназначены, чтобы все время была гравитационная сила, иначе они начинают просто отмирать. Даже в литургическом сне органы будут себя вести именно так. А тут еще радиация. Вот если об искусственной гравитации еще можно говорить, раскрутить корабль там и так далее, создать ее, то, к сожалению, от радиации, как вы все знаете, пока нет способа избавиться, то есть тогда бы и ядерные взрывы не страшны были бы. Но я хочу сказать следующее, что на Луну, да, пилотируемые полеты могут быть. Могут быть там обитаемые станции роботехнические, то есть роботы работать должны там. Человек пришел, приехал, прилетел, обслужил и улетел обратно на Землю. До Марса мы просто не долетим. И поэтому то, что Маск рассказывает, завтра он туда полетит, ну, я думаю, что пускай летит. Он туда не доберется никогда. Но это известнейшая вещь, так, это не мной придумано. Еще раз повторяю, дальние полеты вне Земли нам пока не, в общем-то, не светят в ближайшем будущем. И в завершение, вот детей там спросят, что для тебя космос, да, один говорят, ракета, небо, ну, кто-то Гагарин вспоминает, конечно. А вот для вас что-то? Ну, я хочу сказать, во-первых, о детях. То, что у нас как раз конкурс проходил там, детский, удивительный космос. Столько там прислали нам поделок и рисунки, и луноходы, и ракеты, что мы просто не смогли их разместить в одном зале. Там даже речь шла еще два зала задействовать, чтобы все это показать. Ну, разумеется, призы были, так, все это было хорошо. Но для меня космос, даже, скажу я так, астрономия. Ну, во-первых, у меня отец был профессор-астроном. И его именем назван большой кратер на поверхности Луны на Южном полюсе. Мама тоже профессор-астроном. Ну, куда мне деваться? Ну, я хочу сказать следующее, что мне нравится эта наука. Почему? Потому что, знаете, ну, людей все время тянет по Вселенную. Даже вот, я говорю, тех, которые не занимаются в данном ключе, они приезжают, чтобы своими глазами посмотреть в окуляр на любое небесное тело. Не в монитор, а именно в окуляр. Они даже недовольны, если им на мониторе там что-то показывают. Почему? Потому что внутри человек чувствует, а в древности прекрасно знал, что все мы зависим от космоса. Я все время рассказываю такую вещь. То, что мы все созданы из углерода. Углерод – это элемент из таблицы Менделеева, который образовался в центре сверхновой звезды. Звезда взорвалась. Углерод распространился во Вселенной, также на нашу Землю попал. И вот из этого элемента мы все созданы. То есть, все мы – частички звезд. То есть, все мы – маленькие звезды. Вот такая интересная вещь. При этом даже вода на Земле как образовалась? Падали все время кометы. Единственная гипотеза существующая. Потому что сама вода бы испарилась с горячей Земли. Затем все это дело крутилось. И вот утром, выпивая чашечку кофе или стаканчик чая, нужно всегда помнить, чтобы выпиваете кусочек кометы. Видите, какая связь с космосом? Дальше. Вот была ЮНЕСОвская конференция, если об этом говорить. ЮНЕСОвская конференция в 2009 году. Мне удалось провести здесь самую главную конференцию. И тогда ЮНЕСКО здесь, посвященную году астрономии. Ну, что я хочу сказать? Самое главное. Самое главное заключается в том, что, во-первых, была принята Казанская декларация. А во-вторых, в общем-то, это положило как раз вот этому движению включения астрономических обсерваторий в охраняемый список ЮНЕСКО. И я хочу сказать следующее, что было бы здорово, конечно, чтобы в итоге мы все-таки туда вошли. Мы сейчас в предварительном списке находимся. И вот это как раз было бы, скажем так, уже самым таким завершающим этапом развития астрономической обсерватории. Большое спасибо. Ну и ваша фраза, что мы все маленькие звезды, я думаю, каждый может себе записать. Каждый должен помнить это. Ну вот я хочу дальше еще маленькую вещь дополнить. Дело в том, что как раз вот на этой конференции были опубликованы труды. Труды по исследованию Сибири. В Сибири найдено более 700 каменных обсерваторий. Я просто хочу сказать важность астрономии для человека. Более 700 найдено обсерваторий каменных. Для чего их там делали? Для того, чтобы определять времена года. Для того, чтобы определять, когда сеять, когда сжать. Вообще, когда заниматься сельхозкультурами и другими человеческими вот этими всеми деяниями. Поэтому я хочу сказать следующее. И с древнейших времен человек знал, что он из космоса. И все мы в космос в итоге и уйдем. Большое спасибо вам. Спасибо вам. Самого наилучшего желаю всем. И обязательно приезжайте в астрономическую обсерваторию. Посещайте и экскурсии, и планетарий. И хочу сказать следующее, что наши сотрудники всегда встречают всех очень хорошо. По крайней мере, все пишут прекраснейшие отзывы. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал. Какие виды рака можно будет побороть с помощью этой технологии, если исследования будут признаны успешными? Термин солидное образование встречается в онкологии часто. Так называют опухолевообразования, которые формируются из собственных элементов или иных клеток. Эти опухоли имеют четкие формы и границы, а их яркой особенностью является четкая локализация. Из-за этого лечение даже доброкачественного вида затруднительно. Солидный рак может развиться в любом органе, в котором есть эпителиальные ткани. Чаще всего диагностируются опухоли молочной железы, легких и желудочно-кишечного тракта. Данная опухоль может быть как злокачественной, так и доброкачественной. И солидные опухоли этим отличаются от, например, заболеваний крови гематологических, когда опухолевые клетки, они находятся в распределенной по кровотоку и четко локализации не имеют. Таким образом, можно сказать, что солидные опухоли – это твердые, а гематологические заболевания – это жидкие опухоли. Традиционные методы лечения рака – это хирургия, лучевая терапия и химиотерапия. Но самым эффективным считается новый способ – карте-терапия. Данный метод лечения основан на использовании собственных клеток пациента. У человека сначала забирают часть крови и выделяют из нее иммунные клетки. Затем уже в лабораторных условиях их генетически модифицируют и снова вводят пациента. Но к такому методу лечения обращаются редко из-за большого количества тревожных и потенциально смертельных побочных эффектов. Так, ведущий научный сотрудник лаборатории индустриальной биофармацевтики Эмиль Булатов вместе со своими коллегами выявил новые подходы в области карте-терапии. Сначала на 3D-биопринтере они создали трехмерную опухолеподобную модель. Затем к ней добавили карте-клетки. И методом конфокальной микроскопии они послойно заглядывали внутрь данной модели и наблюдали присутствие карте-клеток вблизи опухолевых на разной глубине. Так, ученые КФУ выявили, что противоопухолевая активность карте-клеток напрямую коррелирует с повышением концентрации молекул, которые вызывают воспаление. Данный проект мы выполняли в рамках госзадания по федеральной программе Министерства науки и образования, которая называется «Новая медицина». Эти результаты были выполнены в прошлом году и опубликованы в начале этого года. В рамках данного исследования мы изучили способность карте-клеток. Это генетически модифицированные Т-клетки с химерным антигенным рецептором. Мы оценили их способность воздействовать на солидные опухолевые линии. Серьезным побочным эффектом при карте-терапии является синдром цитокинового шторма. Он возникает из-за избыточной активации иммунокомпетентных клеток. Благодаря подходу ученых можно будет избежать подобных побочных эффектов. Ведь врачи смогут предварительно оценить эффективность лечения карте-терапии пациентов с солидными новообразованиями. В случае пациентов это явление характеризуется тем, что в кровоток выделяется большое количество цитокинов, провоспалительных в частности. Это сигнальные молекулы, которые участвуют в общении между собой иммунной системы, например. И большое выделение, выделение большого количества цитокинов, оно своего рода является таким боевым колечом нашей иммунной системы, которая говорит, что нужно бороться с каким-то явлением в организме, например, с опухолью или с каким-то заражением. Но это явление, цитокиновый шторм, оно опасно тем, что иммунная система может быть гиперактивирована, и тогда она будет атаковать не только опухолевые клетки, но и здоровые. И это может привести к гибели пациентов. Сейчас ученые планируют разработать промышленную технологию, которая будет производить карти-клеточные препараты. Этот проект будет реализовываться в сотрудничестве с крупной российской биофармацевтической компанией. Карина Саяхова, Львира Замаледдинова, Хафиз Гараев, КФУ. Итоги недели. Во второй части программы также много интересного. Далее вы узнаете. Студенчество – это одна из самых активных категорий молодежи. Дорогу молодым. О чем говорили на встрече студенты КФУ и министр по делам молодежи. Казанский период жизни писателя – это период становления его как личности. Сложный путь писателя. Почему Максим Горький так любил Казань? Доцент Казанского федерального университета Михаил Варфоломеев, который занимается разработкой методов увеличения нефтеотдачи, включен в состав Совета при президенте России по науке и образованию. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Михаил Варфоломеев руководит направлением методов увеличения нефтеотдачи научного центра мирового уровня рациональное освоение запасов жидких углеводородов планеты. Также ученые заведуют кафедрой разработки и эксплуатации месторождений трудноизвлекаемых углеводородов Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Совет по науке и образованию – это консультативный орган, созданный для информирования главы государства о положении дел в научно-технической сфере. Здесь вырабатываются предложения по важнейшим вопросам научно-технической политики в стране. О других интересных событиях из жизни университета и республики смотрите в дайджесте. В Казанском федеральном университете состоялась встреча министра по делам молодежи Республики Татарстан с представителями студенческих общественных организаций и объединений. Ренат Садыков рассказал ребятам о государственной молодежной политике и возможностях для самой молодежи. Также министр поведал о своей карьерной истории – от культорика до министра. В разные годы он, в частности, возглавлял Казанские и Республиканские центры студенческих трудовых отрядов. «Находясь сегодня здесь, в федеральном университете, безусловным приоритетом в нашей работе, в будущем, и сегодня остается работа со студенческой аудиторией. Потому что мы понимаем, что студенчество – это одна из самых активных категорий молодежи, которая всегда ярко и всегда очень конкретно обозначает свои интересы, и мы должны учитывать, безусловно, их в своей работе». Телескопы, выставка, лекция и кино – так отметили День космонавтики в обсерватории КФУ. 12 апреля всеживающие смогли посетить музей, посмотреть фильм «Звезда по имени МКС» и принять участие в интерактивах на космическую тематику. Погрузиться в космический мир пришли более тысячи человек. «Очень много викторин познавательных, интересных. Также проведем большой флешмоб танцевальный. И думаю, что ребята с удовольствием проведут здесь время». В КФУ торжественно вручили дипломы докторам и кандидатам наук. Документы о присуждении ученых степеней получили из рук первого проректора. Проректора по научной деятельности КФУ Дмитрия Тарьюрского – 4 доктора и 21 кандидат наук. В шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ презентовали новое молодежное сообщество «Вызов». Его задача – продвижение научных и культурных достижений России в медиапространстве. Стать участником сообщества могут молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет. Они будут создавать креативный контент в области науки и культуры. Россияне с нейросетями пока знакомы слабо, но уверены, что человека они заменить не смогут. В общей сложности о нейросетях сегодня знают 63% россиян, но лишь половина только что-то слышали о них. Хорошо разбираются в нейросетях по собственным оценкам 12% наших сограждан. И каждый третий впервые услышал о нейросетях в ходе опроса, проведенного социологами в целом. Также каждый третий положительно относится к таким программам, как нейросети. 40% держат нейтралитет. Почти две трети россиян убеждены, что нейросети не смогут взять на себя работу творческих профессий. А каждый третий верит, что восстание машин произойдет в ближайшие 50 лет. Что же на этой неделе стало самым обсуждаемым, мы узнаем у моего коллеги, соведущего Леонида Толчинского. В эфире рубрика «Смотрите сами». И снова с вами «Смотрите сами». Как бы ни была привлекательна тема искусственного интеллекта в нашей жизни, давайте сегодня немного поговорим совсем о другом. Об интеллекте самым, что ни на есть настоящем, который закладывается с раннего детства в мозги наших детей, и который предопределяет многое из происходящего в стране, в обществе, в ее будущем. Поводом для этого разговора стали два, казалось бы, очень разных события. Приговор парню, устроившему два года назад бойню в 175-й гимназии, и весьма трагические данные, изложенные республиканским министром образования и науки. Что касается негодяя, устроившего бойню в школе, он получил заслуженное пожизненное наказание. Органы и суд сработали достойно. Но как не вернуть жизни убиенных, так и не вернуть душу преступника? Фактов подросткового зверства, впрочем, с тех времен, когда совершил преступление Голливиев, меньше не стало. И это несмотря на то, что школы в большинстве случаев превратили в неприступные даже для родителей крепости. Только колючей проволоки с собаками там еще не хватает. Вопрос, почему система формирования личности молодого человека последовательно воспроизводит бесконечную работу правоохранительным органам и выплевывает в большую жизнь не достойных граждан страны, а массу проблем, которые могут эту страну на определенном этапе разрушить. Давайте на минуту заглянем за кулисы того, что из себя представляют наши школы, в одночасье переименованные в гимназии, многопрофильные и даже полилингвальные. Нет, со стенами и оборудованием там становится все лучше и лучше. А вот с интеллектом выпускников творится что-то невероятное. И лучше с годами не становится. Часть ответов лежит в проблемах, которые обозначил республиканский министр образования. Вот суть его трагического спича. Портрет татарстанского учителя выглядит весьма грустно. Хотя и российская картина тут не айс. Это не молодая женщина, которая постоянно перерабатывает, поскольку ведет более полутора ставок и стремительно движется на выход из школы. В Татарстане большинство учителей, преподающих стратегические, так называемые стратегические предметы, на сегодня уже перешагнули с 45-летний возраст. А значит, в течение ближайших 15 лет в подавляющем большинстве прекратят профессиональную деятельность. А на смену им идет в четверо меньше педагогов. И это в среднем, а на селе в 10 раз меньше, что дает повод говорить о грядущей катастрофе. Не задаю пока вопрос, где выпускники многочисленных педфакультетов, на которых за щедрые деньги государства на 100% забиваются все бюджетные места. Пока сам факт. Учителей в школах все меньше и меньше. В Татарстане процент вакантных ставок ниже, чем в среднем по России. Но очень много учителей, которые работают на полторы ставки, перерабатывают все. Доходит даже до 1,75 ставки и больше. А ведь это не считая, что необходимо не просто учить предмету, но и формировать гражданина. И это не вспоминая о том, что обещанная дебюрократизация учебной работы так и не состоялась. И это не считая того, что прав у учителя в школе почти не осталось. И это не говоря о том, что зарплаты у учителей краснеют даже перед доходами иных официантов в ночных клубах. Про социальные лифты я даже не говорю. Их просто нет. Директора школ сидят на своих должностях десятилетия. Их в прямом смысле выносят из школ, присваивая школам посмертные имена усопших руководителей. Это очень радует, ибо память – великая штука. Но нужно ли так? И допустимо ли так? Ставки профессиональных психологов еще только согласовываются. А те психологи, что есть в школах, это в массе свои унылые, малообеспеченные тети, неспособные стать инфо-цыганами и временно коротающие свой век в школах. Созданное было в помощь молодежное движение вверх – год уже ищет себя. А чтобы бюджеты не сгорели, проводят странные медиа-уикенды, где как бы учат детей за деньги государства быть топовыми блогерами. Ну, Данями, Милохинами, например. О содержательной стороне школьных курсов и показателях эффективности педагогов и вовсе умолчу. Это просто страшная тема. На этом кратко описанном фоне остается только пожелать сил нашим правоохранительным органам, которым придется из раза в раз вылавливать очередных негодяев, стрелков, например, и обществу, которое из года в год получает из школьно-гимназических стен поколение, которому не то что будущее, пять минут настоящего доверить страшно. И расцвет эпохи искусственного интеллекта ситуацию никак не спасет. Удивительно, что в такой ситуации никаких экстренных, неординарных программ переустройства, а по всем параметрам нашей школы, средней школы, простите, но ни на какие гимназии никак не тянут, по типу тех программ, что были в СССР в 20-30-х годах, никто даже теоретически не замысливает, стараясь справиться с ворхом уже системных проблем краткосрочными мерами по латанию образующихся дыр. Вот такие невеселые дела. Всего вам доброго. В России отпраздновали 155-летие со дня рождения Максима Горького. Столицы Татарстана, конечно же, не осталось в стороне от этого события. С именем Горького Казань связывают многое. Именно Казань Максим Горький называл своей духовной родиной. Здесь прошли его жизненные университеты. Началось становление как писателя, случилось знакомство с другом на долгие годы, Федором Шаляпином. Точка отчета для каждого из них стал «Наш город». Это уже потом Горький и Шаляпин прозвучат на всю страну и весь мир. Один как идеолог советской власти, другой как великий оперный бас. Максим Горький, когда-то юный Алексей Пешков, так и не стал студентом Казанского университета. Хотя очень мечтал об этом. Зато Казанский университет помнит о драматурге, чьи произведения до сих пор актуальны. Амир Ахтямов увидел книги, ставшие классикой. Максим Горький, великий русский писатель, конца 19-го, начала 20-го века. Казанский период жизни писателя – это период становления его как личности, а также формирования как писателя. Здесь родились сюжеты 20 его литературных произведений. Побывав на самом дне общества, он описал его в своих рассказах. Бывшие люди, хозяин, 26 и 1, Коновалов. На автобиографическом материале написана повесть «Мои университеты». Свои первые рассказы Пешков публиковал в казанской газете «Волжский вестник». Не остается без внимания и научная библиотека Николая Ловачевского Казанского университета. Сотрудники предоставили нам несколько раритетных изданий Максима Горького. Например, «Весенние мелодии». Они были выпущены в 1901 году в Санкт-Петербурге. Стоит отметить, что это одно из первых изданий рассказа Горького, запрещенного до октября 1917 года. Помимо этого, нам подобрали очерки и рассказы, которые были выпущены в Санкт-Петербурге в 1899 году. Третьей же книгой нам предоставили «Горький в Татарии». В нем рассказывается о впечатлениях автора о нашем городе. Основным пафосом раннего творчества писателя связанная с нитшианством мечта о новых людях, бесстрашных и свободных, которые обладают высочайшими интеллектуальными и физическими способностями, которые способны добиться запредельных целей за гранью возможного, в том числе и бессмертия. Изначально мечты о новых людях Горький связывал с босячеством, однако позже связывал их с революционными идеями. После революционного творчества писателя некоторые отмечают близость к модернизму. В Казани Максим Горький прожил более четырех лет. С августа 1884 по сентябрь 1888 год. В нашем городе свято сохраняется память о замечательном писателе. На фасадах домов, где жил и бывал пролетарский писатель, установлены мемориальные доски. Имя Горького носит одна из центральных улиц, городской парк, сельскохозяйственный институт, одна из школ в городе. Горький так определил значимость казанского периода в своей жизни. Физически я родился в Нижнем Новгороде, духовно в Казани. Казань любимейший из моих университетов. Амир Ахтямов, Ленар Гизатуллин, КФУ. Итоги недели. В карете прошлого никуда не уедешь, уверял Максим Горький. Это дает возможность для исследования новых пространств и горизонтов. Российская наука, как и космическая сфера, все так же в авангарде. И сейчас есть уникальная возможность для того, чтобы идти не пропроторенным дорожкам, а открывать свои, пусть даже кажущимися фантастическими пути и пространство. Желаем успехов. Всего доброго.